I have ways of blowing things up. Интересно. Немножечко полазил в настройках. Там есть очень много настроек сложности. Я пока что оставил все как есть, потому что я не знаю, как оно пойдет. Потом уже, если что, будем копаться. Как маленький отдельный пунктик сообщу, что и здесь русские субтитры выглядят как говно. Когда это прекратится, когда их станут делать нормальными, ну, наверное, никогда. Учите английский. Давайте проходить игры на английском. Будет по-нормальному. Поехали играть. Ах, ты ж йо. Любимые маршруты. Вот здесь я еще и не был. Один раз приедешь, останешься навсегда. Пейте сколько хотите. Правила парковки. Не мусорить, не кемпить. Со снайперками? А, ладно. Кемпфайр. Не сжечь костры. Но... Ага, не использовать вспышку на фотоаппаратах с трех до пяти вечера. Не ездить по бездорожью. И помните. Любые инструкции от законных представителей должны быть выполнены обязательно. 0 миль. Ну, понятно, что вы еще никуда не ездили. Любимый маршрут их нету. Извиняюсь. Вы хотите изменить настройки, приезжай начать игру? Начать. Я уже изменил все настройки. Графон, если что, все выставлено на максимум. Все выключено на максимум. Меня немножечко заинтересовал пункт радиации. И все это меня натолкнуло на мысль о Фоллауте. Так что, ладно, поехали. В пути. Как я за нас рад. Тест звука пока что у нас происходит, как вы видите. Первые пару серий, как обычно. Мы будем регулировать, что происходит. Не, пропускать я ничего не буду. Спасибо. В 1947 году на территории Олимпийского полуострова началось испытание новой многообещающей технологии. Совсем скоро по Америке гуляли слухи о невероятных открытиях, а вместе с ними история про экстренные эвакуации, таинственные исчезновения и необъяснимые явления. Истина где-то там. В 1955 году правительство решило оградить часть полуострова, стену и установить Олимпийскую зону отчуждения. Зону отчуждения? На протяжении 30 лет границы зоны расширялись, пока правительство наконец-то не закрыло все пункты пропуска. Погодите, это новый стал? локер вышел! Зона отчуждения, странные явления, радиация. Так, широкая публика так никогда и не узнала, что произошло за стенами. Until now! Сорян, если громко, музыка в менюшке была более спокойная, я там немножечко подскинул. Сейчас закончится кат-сцена, я, может быть, немножко тише сделаю, посмотрим. JS Express, shipping manifest. Ох ты ж я. Оставайтесь на дорогах. Тут все, 5-й, 10-й. 98-й год. Так, настройки. Звук, пожалуйста. Давайте я, наверное, вот так вот скину. К югу от внешней стены. Нет, музыку я еще хочу. Как-то, блин. Там у нас есть еще радио, кстати, если что. Музыка, радио, да, давайте. Я скину тоже. Радиодиалоги чуть-чуть сюда. Субтитры включены. Обычное музло сюда. Звуковые эффекты, наверное, вот так сделаем. Диалоги пока оставим, посмотрим. Мы едем. Ой, ага, а почему у меня... А, это не зеркало. А где мое зеркало? Задний вид 98-й год на дворе. Вы че? И почему так темно? Сейчас, секунду. У нас тройки. Изображение яркости... Плюс... Один? Один? О, теперь я хоть вижу, что в моей собственной машине творится. Если что, я потом на постпродакшене посмотрю на яркость. Если что, буду ее уменьшать. Что мне понравилось? Игрушка новая, как в большинстве новых игрушек. Тут есть такая штука, как режим безопасного стрима. То есть, на радио не будет проигрываться музыка, которая облагается авторским правом. А что я дел... Зачем? Стой. А у меня... Какие кнопки работают? Пока что никаких. Я могу съехать с дороги. Нет, не могу, ладно. Или могу? Ну, съехать-то я могу, но там делать нечего. Есть урон машины, если что. Он включен. Есть урон персонажу. И он включен. То есть, можно будет серьезно так ложануть, если захотим. У меня радиуса выбора-то не хватает. Стой. А, да? Стой, 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 стой. Если это... Так. Радио я не могу еще... О, не едь, пожалуйста. Я с фарами поеду. Ну его нафиг. Я не знаю пока, что жрет это электричество или не жрет. В такую погоду, в туман... Всегда лучше ездить с фарами. То есть, у меня какой-то интерфейс машины частично... Почему я еду на 4000 оборотов? Я не могу переключить передачу? Или... Нет, она на авто... У нас передача, в принципе, паркинги-драйв. Нормально. Это очень странная коробка передач. Почему там только паркинги-драйв? С. Они кнопкой включаются хорошо. Можно мышкой, можно кнопкой. То есть, мышь пока можно, в принципе, оставить. Концепт выглядел очень интересно. Мне сейчас интересно посмотреть, что там будет дальше. Так, не разгоняемся. Тут запросто можно вылететь и... Так, чтобы уже не вернуться. Вообще, ездить в дождь, по хорошей дороге, под хорошую музыку... Кто тут водитель? Вот они меня поймут. Это же чистейший кайф. Главное, чтобы дорога была длинная, не заканчивалась. Едешь, слушаешь. Красотища. У нас же... Да, поскольку мы американцы, и вон на спидометре у нас есть две шкалы. Внешняя шкала – это скорость в милях. То есть, 60 миль – это там, в среднем, до 100 км в час. Дорога очень сильно заброшена. Немного камней, много чего. Но при этом сама дорога в офигенном состоянии. У нас не трясет, не колбасит. Да, но он с проплешинами, но это же не проблема же. Уже включил, спасибо. Я не прочитал, что там было за предупреждение, но ладно. Дождь пошел и закончился. Буквально за пару минут. Так, у нас радио началось боится. Странно, такая штука была в паузе. Было сказано, что, типа, пока ты находишься в паузе, игра не останавливается. Но это можно было изменить. Я этого не менял. Но сейчас все равно в паузе игра останавливается. Возможно, пока я не заехал во внутреннюю зону. Так, ну, собственно, мы приехали. Я могу как-то... А, мне по этой дороге... Сказать, могу я как-то выйти из машины? Видимо, нам пока не надо. Мы явно лезем туда, куда нам не надо. Чего, блин? Это хоррор? Это не хоррор. Так, подожди. Вот этого не должно быть. Это интересно. То ли глюки, то ли какие-то последствия радиации, то ли еще какая-то фигня. Мы пока... Справа там вообще кошмар творится. Я даже не хочу смотреть. А, прикольно. Нам машину обнулило. А можно нет? В пути. В пути, в пути. Да. Сохранили нас. Спасибо. Чуть-чуть-чуть. Что-то как-то... Как-то жестенько вначале. Под расслабляющий музончик ехали. Потом как... Давай кошмарить нас. Но я не в машине. Олимпийская зона отчуждения. Найти транспорт. Прикольно. Аномалии. Наша машина... Разлетелась... Ох ты ж, е, здрасте. То есть он туда идти, наверное, нежелательно. Сейчас мы туда движок запустим. Я бы сюда не пошел, например. Но... Поэтому мы и играем в игры, правильно? Чтобы сделать то, чего бы ты никогда не сделал в реальной жизни. Калшин. То есть... Внимание. То есть вот это было недостаточно калшин. Вот здесь прям... Ц... Контрол, спасибо. По крайней мере, стандартное управление. Они не стали нихрена менять, как очень любят многие игры современные. Типа какой-нибудь там на... На спейс пригнуться. И на икс прыжок. Ага. Нет, здесь пока все по стандарту. Я могу пинаться. А, не визуально. То есть действие происходит. Нам не показывают ни ноги летящие. Меня кто-нибудь слышит? Прием. Готов покляться, что... Не важно. Тобиас. Радар барахляет вскороще ждать, пока это... Я не успеваю читать. Если что, ребят, читайте. Но этот... Транспорт. Да. К тому же, по-моему, именно машина... Эта машинка находится на заставке. Вашингтон, 47-й год. Хренайсы. А, так, установите кол... А, 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 а. Ого, а как? Мы ее чинить будем. Сесть в автомобиль. Я не уверен, что он заведется, дружище. А, 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 вот так. Я чуть не понял, как-то произошло. Завести двигатель. Машина. Это, кстати, Тобайс Баало и Франсис Кок. Локация в Секте B. Вы слышали меня? Я взял свой сигнал в Секте B. Смотрит, как вы где-то в Секте B. Эй, Франсис, вонди! Машина Это большой Элемент Геймплея Добраться до украины Эх, у нас есть Эй, ты копируешь? Здорово? Здорово? Это работает? Они, они, они не имеют трансмиттер Мы не слышим что-то обратно Ага Рычаж, да Стоять! Реклама У тебя и насос есть и шланг есть Какой красавчик Это не прав Хотя на самом деле Ну короче я знаю что у большинства американских тачек Того времени У них бак находился Ну типа доступ к баку находился Сзади под номером Ну возможно именно в этой модели Тут так все Убрать конечно Ёпп РСТ Ехай пожалуйста Я очень долго тут задержался Убрать Там она опять А вот шпак на спектромете Я видел с этого шпак на спектромете Я видел с этого режима в первых Но где? Я не удивляюсь Но это же Что такое? Это Реминин's? Это нельзя У этого не было ни в десятилетиям Посмотрите на составляющий шпак на спектролене Хотя стекло сзади у нас было, то есть, ну, был смысл вешать это. Салон очень опрятный, кстати, выглядит для машины, которая снаружи выглядит вот так. Да, ребят, это будет та самая игра, где вы будете читать самостоятельно, потому что нужно сосредоточиться на геймплее, и я не смогу делать и то, и другое. Во-первых, дрюфт! Блин, мне приходится прямо убегать от этой штуки. Если вы найдете зону, то идите и оставьте себя в порядке. Я не буду любить, что ты вдохновляешься в порядке, но лучше face a bad side, а оставьте зону тебя живой. Ну, они напрямую называют зону... зоной... ну, зоной отчуждения, я понимаю, но все же... У меня опять колесо отлетело... фары... у меня фары... Ну, они были включены! Это максимально странно. Ладно, открываем. Заходим. Закрыть можно? Да, спасибо. Тут чертовски темно. Я не знаю, как бы я тут, если бы не высветил немножко картинку... На ютубе это же будет еще хуже видно. Аптечка. Ну, видно, что ему не очень хорошо. Да, зеленый... Пере... Мне или как-то проникнуть на... А! Найти инструменты? Это интересно. Надеюсь, тут не на какое-то время. Тут ничего такого нету, это мафоний. Щелкнуть выключателем? В смысле, каким? Тут ни хрена не подсвечивается, это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что... Ну, наверное... А, вот. Он большой и очень показательный. Хорошо, потому что немножечко отличается от всех современных игрушек, где тебя по чикпоинту ведут. Но плохо, что если в новой игре ты не разберешься, это будет... Тихо! Господи, ты был... Бритч! Ты у нас 5 секунд, чтобы отбегать до сих пор, мальчик! Ау! Ура! Привет! Ээээ, внимание! Этот месседж под лец. Офелию Тернинс. Мы приспаливаемся на вашу гараж о... официальной зоне. Теперь у нас есть в очень хорошей авторитете, что эта человек в Corporation, который принесла форму автомобиля, который... ээээ, с... Ой, о... Поднялся принесе форма автомобиля. Протокол, эээ, требует, чтобы вы их живы, пока мы сможем им в безопасности. А если вы не согласны, я буду заниматься этим каналом broadcast с рецептацией всей коллекции поэм, которые я лично написал, в 10 лет и 17 волюмах, и... Ах, ты что-то говоришь, как пыль в голову. Хм. Нет, все-таки чекпоинты нам дают некоторым. Просто у нас их не было без очков. Гляньте, фонари опять зажглись в машине. Ну, по крайней мере, задние. Зайхать в гараж, что с этой стороны? Да, давай, поехали. Теперь у меня на каждое действие появляется пояснение, потому что я надел супер очки. Ну что ж, давайте продиагностируем его. Открыть интер... Стойте. Что это за... А, shift. Нет, tap. Tap. Я постоянно путаю. Так, схемы. Всякие схемки мутите. Кустарная дверь закрепить в списке. Мне нужно изготовить для него дверь, которой у меня нету, да? Так. Это моя сумка. Изолента. Ящик с инструментами. Ну, давай я все заберу, кстати. Он автоматически будет применяться? Нет. Значит... Экипировать. Ты кто? Сигнальный огонь. Давай сюда. Стекляшки надо привыкнуть к тому, как у нас здесь все. Осколки. Сигнальный огонь. Кустарная панель. Мне бы дверку отколупать? Во! А почему я не могу ее снять? Ладно. Чего? Утилизатор. Первое это флэйр. Второе... Прикольно. Мне пока это все очень нравится. Ха-ха-ха. Тут еще и топливо слить можно. Слушайте, эту штуку надо разобрать полностью. Тут много полезных вещей. Я еще сейчас... Я еще... Погодите, а у меня утилизатор из... Из этого используется? Используется. Надо еще топливо слиться. Снять колеса, создать кустарную дверь в гараже. Так, сейчас я сначала залью. Си. Офигеть, как я много топлива потратил. Так. Ставим на место. Блин, классно. Хорошо. Кустарная дверь. Опять искин. Но мне, в принципе, всего хватается. Так. Я могу ее поставить. Есть! Красавчик! Эээээ... Вот. Снижается ремонтную пасту в шкафчике. Ты кто такой вообще? Запаска. Это нужная вещь. Давайте, наверное... Так не работает. Вот. Фаер... Фаер оставлю, наверное. Все инструменты надо... Ой, не инструменты, а эти вещи в шкафчике. Надо поскладывать. А ты кто? Утилизатор. Понятно. Наверное, я его пока что тоже сниму. Оставлю здесь. Напор механика. Изолента. А как не повернуть? Все, хорошо. И напор механика вот сюда. Тогда оно стакается. Во! А ты у нас кто? Химикаты. Все у нас вот так вот будет лежать. Ты? Ремонтная паста. Вот это мне не нужно. Паста карбонера. Так. Свет. Нет, света все-таки собою таскать. Аптечка это тоже. Ну ладно, потом, если что, перетащу. Запаска. Как варик. Так, значит, в руки. Починьте автомобиль с помощью ремонтной пасты. То есть, это вот так будет выглядеть, да? Тут, тут крыла вообще нету, нафиг. Статный пампер. Блин, мне надо машинку-то сделать тогда, чтобы она была прям хорошей. Эту подкачать надо. Шина постоянно сбывается. Заднего крыла тоже нету. Ни багажника, ни заднего пампера, ни хренища нету. Она 90% в хорошем состоянии. Так, э-э-эр. Нет, это снять. Чего-чего? А. В принципе, залатали. Хорошо, как мне накачать колесо? А, во-во-во-во-во, просканировать. Э-ц. Шина. Шины пробиты. Нам починить набор герметиков. Так. Передняя левая, передняя правая. Там не хватает давления, там не хватает. Ремонтировать спущенное колесо, сдавая набор герметика. Или заменить спущенное колесо запаской из шкафчика. Что скорее. Я, наверное, замен... Нет, стоп. А создать набор герметиков... Ну-ка, 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 иди сюда. Набор герметиков. Создать. Лучше пусть у меня будет два хороших колеса. Классно. А как мне что-то в багажник складывать? А где место под запаску-то? Ладно. Так, что тебе надо? Просканировать плохо закрепленную... А, да, потому что она постоянно отпадает. Набор механика. А он у меня разве не с... Не с собой? Вот он, набор механика. Мне понравилось, как он его починил. Эта дверь выглядит просто шикарно. Так, хорошо. Станите картонные коробки в... Ладно. Ремесленный коврик. Можно... Можно... Есть маленький прототип у меня в гараже. Орктивайс. Включайся к моему автомобилю. Вдруг, где он подходит. А как же со мной будут девушки на пляже ездить? Можно я колесо в багажник положу, блин? Я хочу крышку багажника сделать. Короче, ладно. Взять аптечки из шкафчика. Я уже... Это я уже не сделал. Так, колеса. Руки. Это, конечно, все хорошо. Герметик. Аптека. Я бы с собой вот эту штуку еще взял. Блин. На самом деле много чего нужно. Вот так. Это идет сюда. Это идет сюда. Это идет сюда. Ам. Ну, я на самом деле не хочу ехать без запаски куда-либо и без... Ну, ремонтная паста. Ремонтную пасту я... Ну, это... Это все нужно. Хорошо. Сложить припасы для вылазки. Утилизатор, сигнальный огонь, аптечка, канистра. Канистра есть. Аптечка, сигнальный огонь и утилизатор. Во. Я могу колесо с собой взять. Супер. Сигнальный огонь. Аптечка. Утилизатор. Оно все сходится. Я еще возьму с собой вот герметика. И лом... Ломик. Тоже возьму с собой в машину. Чтобы у меня побольше карманов. Найдите схему шестерни возле входной. Так. Схема. Шестерня. Журнал. Способность. Некоторых деталей, устройств, автомобилей и способностей, которые можно активировать. Можете выбрать до четырех способностей управление за рулем. Входясь в кабине, вы можете вращать руль, тормозить, сдавать назад, ставить машину на ручник. И, разумеется, поворачивать ключ зажигания. Кроме того, вы можете включать и выключать радио, дворники и фары. В крайнем случае, можно и посигналить. Изменить управление можно в меню. Да, спасибо. Осколки. Тут куча изоленты. Сигнальный огонь. Металл. Спасибо. Обслуживание автомобиля. Ё-па-р-э-с-э-тэ. Жевать, не переживать. Колеса. Запаска. Летняя шина. Любая инфа, которая здесь появляется. Приспособление. Шестерня. Вот. Отгадайте загадку. Зубастый кусается. Но без челюсти. Вообще, наверное, много чего. Вот это вообще. Вот эта шестерня, например. Зубастый кусается. Оборудование. Механическое око. Гарнитура от Оффи. Позволяющая собирать информацию о зоне. А встроенная система. Механическое око. В реальном времени. Отслышивает все параметры автомобиля. Маленький вещмешок. Спасибо. Так. Шина пробита. Знаем. Плохо закреплено. Знаем. Важно. Свалка знает, что вам нужно. Не спрашивайте, как. Главное, свалка ваш самый лучший друг. Она делится такими нужными вещами. Вещами, которые точно не стоит сразу же выбрасывать. Или планируете жить так. Вот это, короче, с такой штукой их надо собирать. Я вас понял. Верстак. Станция первой помощи. Славная свалка. Парковочный сенсор. Шкафчик. Спасибо. Тут мы все вроде как в движении взаимодействия. Фух. Ударный молот. Спасибо. Заправляемся по полной. Тут топливо безграничное. Не спрашивайте, как. Ты кто? Если вы готовы, возьмите проектировку против стенки. Вот это? Внимание. Парадоксы. Так, ладно. Это. 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 Внутри этих портах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что... Пишите, что вы думаете про эту игру... Ctrl-Shift-F-Пробеж... Оборудование... Способности... Shift-Ctrl-F-Пробеж... Сменить способность... Без понятия пока что... Никаких способностей... Все, ребятки... Спасибо, что были с нами... Всем удачи, добра, бобра... Всем молодушек... Всем пакета... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok